Всем привет! Мы продолжаем проходить киберпанк, ну и в этот раз, как я и обещал, мы с вами отправимся на квест Джеки. Давайте звонить мистеру Хэнсу, ну а дальше будем смотреть, что произойдет. Ви, как жизнь? Мне нужно связаться с вудуистами, с их боссом. Поможешь? Так-так, значит заходим сразу с козырей. Хм, босс вудуистов, мама брежит, и связаться с ней будет тяжеловато. А мне казалось, ты можешь договориться о чем угодно. Ха, примерно так говорила моя третья жена, когда ей хотелось новую сумочку. Мама брежит? У них там что, какая-то религиозная секта? Не было случая спросить, почему у нее такое имя. Просто ее все так называют. Я очень сомневаюсь, что это как-то связано с религией. Вудуисты со своим гаитянским наследием обращаются довольно фривольно. Я так понял, ты с ними не работаешь. Уж точно не со жрецами, боссами и кто там еще у них. Они там все такие важные, что со мной даже разговаривать не будут. Если хочешь, я могу поспрашивать, поискать для тебя что-нибудь. Только сначала уточни детали. У меня то, что они ищут. Неужели? Ты хочешь что-то загнать вудуистов? Поверь мне на слово, им от нас ничего не надо. Они живут в своем мире, со своими контактами, сетями и технологиями. Но, как знаешь, я посмотрю, что можно сделать и перезвонить. Окей. Продолжить поиски в ожидании звонка от мистера Хэнса. Вопрос, сколько мистер Хэнс нам будет перезвонивать, но мы можем с вами за это время разбойчик, наверное, сделать. Главное, чтобы он в самый момент перестрелки не позвонил. Он такой, Ви, братан, нашел. А у нас там, как всегда, на нас сидит, типа, несколько вражин. И мы под обстрелом. Пули летят туда-сюда. И он такой, ну чего, рассказать тебе? Мы такие, перезвоните, побоже. А, что-то это... Сейчас не до тебя избить. Так сложилось. Не из невежливости, а вот-вот просто ты не в самый удачный момент позвонил. Интересно, долго он будет искать? Ну, хотя я так позовусь, что здесь довольно-таки бодрый разбой. Ага. О, нет, тут прям душевный разбой, смотрите-ка. Давайте, как всегда, все взломаем, все отправим. Е9, 55... Кажется, 1С, что-то мало, да? Нет, вообще... Не, нормально. Так, хорошо. 5, 5, 5, 5, Е9. Тогда это будет, наверное, кошернее. А, 5, 5, 5, 5, Е9. Во. А теперь 5, 5, 1С, во. Все отправили. Суперски. Ломанули. Ну, чтобы они там особо не разбойничали. А, у нас там дэкаж должна рядом, если чуваки стоять, посылать сразу. Сразу, нескольким сразу много всего, и что-то нет ощущения, что у нас ни заражение, ни какой-то там перегрев, ни какой-нибудь, не знаю. А, вот, там что-то пошло. Короче, пошла жара. У чуваков конкретная жара пошла. Прям просто стоим и наблюдаем, как куча чумб хорошенько прожариваются. Че там у вас, ребят? Ой. Вот он чумба, но совсем непонятно, что он хочет. Э. Он, наверное, заражение хочет. От этому чуваку замыкание просто кинем. Ну, заодно просто и оценим, сколько же их там. Потому что... Черт его знает. Вдруг их там очень много, они очень сильные. Хотя давненько у нас такого не было. Разобрались? Такое ощущение, что... А, нет, там еще кто-то недовольный ходит, да? Или нет? Нет? Кажется, все остальные свои. Ви! Ви! Пассифика зовет! Если тебе так важно туда попасть, сегодня твой счастливый день! Тебе что-то подвернулось? Ну, как я и говорил, что им не попытаешься втюхать, а не это в гробу, Виталий. Зато у них появился один заказ. Вот я и предложил тебе. Сделай все хорошо и удостоишься в инвенцию Брижит. Что мне надо будет сделать? А что, ты у нас внезапно стал разборчивый? Придешь на место, все узнаешь. Мне ничего не сказали. Мне вообще показалось, что это я им должен платить за каждое слово. Ладно. А с кем и как мне связаться? Найди часовню на Слоун и подойди к алтарю. До тебя дотронуться или кивнуть тебе. Что-нибудь такое. Понятно, спасибо. Да уж, что-то с ними сложно, но я и не ожидал, что мы вот так вот все как бы придем и все будет тут же хорошо. О, прекрасно, мы с вами еще немножко денег тут заработали. Эй, ей-ей, ну, ну, чип. Чип, может там какой-нибудь что-нибудь дадут? Мне кажется, Христо никакого с него нет. Че, я все закончил? Чего они тут до сих пор типа дерутся? Фигня. Ладно, куда нам? И если у нас... О, у нас тут есть часовня, точенька. Беда в том, что у нас здесь во всей округе нет ни одной точеньки. Ну, окей. Давайте добежим до вот этого вот места и пойдем на работу. Ну, в смысле на задание, не то чтобы прям мы такие типа восемь делаем себе сэндвич, бутербродик, знаете, там намазываем маслица на обе стороны хлебушка, поджариваем и такие, ну, пора убивать. Прекрасный день, чтобы кого-нибудь кокнуть. Ну, расследовать эту штуку было бы здорово, потому что вроде как там цепочка вау. Ну, в принципе, по тому, что в начале происходит, я оценил. Вообще тут сюжетные квесты, конечно, они прям в кайф. Ну, и даже не сюжетные, по большей части, чертовски приятные. То есть, совершенно не задолбывает вот эта вот, ну, обычная схема, когда ты типа подбегаешь куда-то, получаешь заказ и делаешь заказ. То есть, она очень даже доставляет удовольствие в целом-то. Джуди Альварес, привет. Ты как, нашел вудуистов? Дел было много. У всех сейчас так, удача в поисках. Но мы почти. Ага, попы. Но мы сейчас так сохранимся. И типа такие, здравствуйте, попы, мы тут чисто переместиться. Вот. Ну и к часовенке. Да ну. Внимание. Где-то в этом месте был потерян контакт с транспортом. Хорошо. Буду искать. Слушайте, можно сделать квест Доломейн, а то он от нас не отвалит. Мне кажется, к сожалению, это вот то зло, которое нам придется, да, с которым нам придется сейчас как-то разобраться. Иначе мы просто с вами, ну, у нас не будет ни секунды свободный от его такси. Эм, Галена. Вот, конечно, такая... Вот здесь как раз-таки начинаются фавелы, я так понимаю. Вудуисты и все вот это. Да, но Доломейн, видите, да, настолько задалбывает нас, что проще ему помочь, чем... Чем отказать. Эй. А почему житель Найт-Сити? Почему? Нам нужно такси Доломейна. Нам показывают обычную тачку. Во. Да, ты меня нашел. Поздравляю. Доволен. По шкале от 1 до 6. Ммм, пожалуй. Ммм, пожалуй, крик, как шестерка. Но мы оба знаем, что будет дальше. Я тебя перезагружу, а то Доломейн тебя ищет. Анализ особенностей вашего организма завершен. Мы готовы приступить к этому. Я все-таки советую решить этот вопрос по-хорошему. Я приготовила тебе сюрприз после этого испытания. Не могу сказать заранее, чтобы не испортить сюрприз. Но нафиг. Я тебя убью, а торт, кстати, уже съел. Подохоньни, убить его! Честно, я и не думала, что ты на это клюнешь. Довольно с нас, ты мои стали и кожи! Ты сам принял решение. У меня для тебя есть сюрприз. Активация сюрприза через 5 сих пор. Нормально так нас отгаденыш завез. Но правда мы не были готовы в тот раз. А теперь мы будем бить первыми, как Фредди. Поэтому давайте-ка нарушение моторики, которое сейчас по всем нему разбредется. И самоубийство. И вот сюда выстрелим. Хороший, хватит. Ты сам принял решение. У меня для тебя есть сюрприз. Активация с кубокистой. Активация с кубокистой. Активация с кубокистой. Как сделать из земляного магнита для убийства. Страница 70. Ага. Извини, друг Извини Либо ты отключишься Либо я пущу тебя на металлолом Вот результаты теста Ты ужасный человек Я серьезно Тут так и сказано Ужасный человек Хотя мы на это даже не тестировали Почему ты так боишься возвращаться к Деламейну? Зачем с этим тянуть? Я до сих пор не убила тебя Потому что мне было любопытно Наблюдать за твоим поведением Ты только что уничтожил центр Отвечавший за любопытство Желчный человечишка Который проведет жизнь в одиночестве И умерев будет забыт Ну это полюбаса Отсылка к Порталу Чего ты хочешь? Остаться в живых Ты довольно активно шевелишься Но на самом деле Ты мертв Откуда ты? Разговор окончен Я возвращаюсь Неприятное таксо Связь с пропавшим транспортом установлена Вот это была самая чокнутая машина Да Приношу извинения за неудобства Часть вознаграждения уже в пути Фу Ну все Хотя бы не придется с этой тачкой больше иметь дел Потому что Прямо того, что она полностью чокнутая Нам бы Деламин звонил каждые 5 секунд И мы бы с вами ничего не могли бы здесь сделать Но помните Уже было это и не раз Лучше сразу Избавились от этой обязанности И все пошли нафиг И теперь мы с вами спокойно Займемся нашим Растепенным сюжетным хвестом О, бандиты Вудист Но мы сейчас с ними попытаемся иметь дело Поэтому пока что, наверное, их прибивать не стоит начинать Хотя с 6 улицы вполне нормально Мы там с ними и постреляли Вроде как и побухали И при этом все равно Спокойненько им совершенно Отправляли запросы на самоубийство И прочую веселую ересь Ну ладно Что, по ночам не работает это заведение? Ага Подождать Ааа, блин Блин Давайте Вон, давайте А сколько ждать? Вопрос То есть, если мы будем вот так стоять до самого утра Ну, не очень Да, можно было бы и домой съездить Хотя, на суде по всему Открывается Полдень Вообще, у вас церковь нормально работает Я надеюсь, что Ви хоть немного отдохнул Это золи Ветре позе Авек лапин Тут муниси ла те коне, Мишель Ли те денье на ну Ти те санже лави зузи ла Мы тебя ждали Другого места не было Не люблю Не бойся ты так Эти похороны не твои Это ты, заказчик? Мне наконец расскажут, что надо делать Я просто посредник Ты узнаешь все Скоро Кто умер? Это как-то связано с заказом? Думаешь, мы проводим эти похороны для тебя? Что вам надо? Смотрите, один ли я? Какой у меня хром? Это что, проверка? Со многими мы работаем с детства Мы знаем их ангела А тебя мы не знаем Мне нужна Брежит Она где-то здесь? Нет Иди в торговый центр у перекрестка Там внутри будет мясная лавка Найди Пласида Он тебе все расскажет Нормально они Прямо на похоронах Какие-то свои делишки решают Беспалево же, а? О! Там сверху есть карта Таро Может, заглянем, а? А! Тем более, что для того, чтобы считать Нам просто надо подойти И поглядеть на нее Ну да, грех было не воспользоваться этим Добраться до магазина мясника Я так думаю, что это не самый сложный крест А что здесь есть в округе? О! Есть надранер Давайте Ну, раз уж мы действительно Как бы сюда забрели Зайдем к надранеру Посмотрим, что там за скрипты Может, что-нибудь интересное есть? Ну, я всегда за то, чтобы Периодически что-то обновлять Плюс смотреть Тут точку открыли Хотя Они странно находятся Иногда они прям Очень-очень рядом А иногда Крындец От одной до другой Ноги с помашь Придется тебе меня дослушать Почему? А чем конкретно ты торгуешь? Да ничем конкретно Всем подряд Времена тяжелые Если можно заработать Надо зарабатывать Продаю все, что ко мне попадает Ну, показывай Ну и что сегодня в минуте? Увидишь, милый Тебе понравится Да Прям понравится Амнезия, замыкание Как наши скрипты посмотреть? Так Что? У нас с вами Заражение Он обычный зеленый Правильно? Здесь заражение синее Так, ну давайте Соответственно О! У него длительность Два раза выше Да, давайте тогда Синее заражение купим Раз на то пошло Так, теперь Что мы еще используем с вами? Замыкание Правильно? Используем же Используем Замыкание О! Синий Но Опять же Грех не купить Так, дальше Нарушение моторики Юзаем У нас он какой? У нас нарушение моторики Зеленые Здесь синие Да Неплохо мы так зашли Однако Ну, слушайте Как минимум Три апгрейда получили Давайте только их Не забудем поставить Потому что Здорово, конечно Их закупать Заражение А, она у нас И так была синяя Значит Замыкание Мы можем обновить Так И чё? Остальное Типа мы не видели В инвентаре То, что у нас И так стояло Ну ладно Хотя бы Обновили Перегрев На том Спасибо Но я уже не буду Сейчас У нас есть костюм Да ну нафиг Как это шняга Шняга Мне не нравится Ну, ладно Зато будем знать Что в этой штуке Мы не видим То, что у нас И так уже есть Обидно Ну Ну Всё это было рядом С лавкой мясника Поэтому Хотя бы мы Ругались С вами не нарезали Что ж Давайте узнавать Чё тут от нас хотят Вообще Вы правда Продаете тут мясо? Серьёзно? Вы акшельмон Вле Ашекек? Ки са лапе-ла? Абсиевин Интеллижен Льсамбле Мне нужен Пласит Пласит Гарейсит-ла Знаете, вот этот магазинчик Мне напоминает У нас с советских времён Был в одном доме Магазин, который Исключительно называли Тухлым Потому что Когда туда заходил Там воняло Какой-то тухлятиной И вот прошло уже Не знаю сколько Ну лет Наверное 25 Тухлого магазина нет Но до сих пор Многие его по памяти Называют тухлым Потому что до сих пор Если принюхаться Ты как бы вспомнишь Что там было Ох Слово оптичка А, ну нет Это просто биочек Я думал Это как раз таки Воняет нам тут Эй Ты Пласит Я к вашему главу Целая цепочка квестов Ого Ого Когда курица Когда курица Подгрузилась Стала понять За мной Так, а там сейчас Какая-нибудь Милитарь база Куда мы идем Что это Клубок неразрешимых противоречий Уф Сюда Серьезно Сейчас он этого чувака Фиганет Он этого чувака Даже не фиганет И опять Когда мы следуем За NPC Ощущение Что нам переломали ноги Нет Вы не то Чтобы расстилаете Ковровую дорожку Для всех желающих Этот район Строился Чтобы пиджаки Тратили здесь деньги Замкнутый круг Перпораты Кормят курицу Она несет Звонки Эдди На Эдди Нормально там кто-то Просто прилетел И фигачил Самый большой И уродливый Хром жадности В базилике Недостроенный За прошлой неделю Он был заброшен Стоял пустой А сейчас Туда забрались животные Устроили логово Что за животные Видимо одна из местных баз Я так полагаю Очень Очень колоритный персонаж Знаете ли И вот как только мы к нему подходим Сразу ощущение Что нас просто назад Кто-то отталкивает Блин Серьезно сейчас Пошли уже недалеко Заранее сходили сюда Чтобы потом это Короче Нас прям сюда По квесту Привели Обидно Иногда Как здорово Знать что будет дальше Чтобы так Не Не обламываться Вот если мы идем Перед ним А мы идем Довлетки бодро Как только Нас ведет он Оу У них тут Какое-то Интересное Ополчение Жеремел Да Пару раз Вы хотите Чтобы животные Ушли из гима Поэтому я здесь Скоро сам Все узнаешь Оно сейчас Опять я такой Иду И ааа Как будто Как будто Я чувак Который тащит За тобой Джим сидеть В самом центре Пасифики Без прикрытия Без связи Это ваша территория Сюда даже Копы не суются Угу Может вас пытаются Обмануть Спровоцировать На глупость Они оттуда Не выходят Сколько Примерно Их там Тридцать Может больше Венина Нам сюда Ты сиди Кто сиди А Как насчет Брижит Потом Сначала Заказ Эй Ты что Творишь Но хоть Кто-то Не будет Тебе По ушам Ездить Эвелин Паркер Знаешь Такую Она Не из нас Как-то Работала На вас Что-то Мне Подсказывает Друзьями Мы не Станем Нет Искры Как-нибудь Переживу А Че Вы своих В гимни Пошлете Не Наш Метод И как Же Вы Справляетесь Чаще Хорошо Чем Плохо Виктор Твой Хромовый Шаман Ты что Знаком С ним Мне Это Не Нужно Железо Дрянь Поменяй Его О Ты Тоже В риперы Записался Это Вообще Важно Или Ты Пытаешься Меня Запугать Я Тебя Проверяю Надо Знать Этот Чип У него Нет Сигнатуры Для Чего Он Кроме Этого Все Нормально Проблема С нейронной Сетью Всплески Всякое Это Все Как-то Мешает Я Спрашивал Про Чип Из-за Него Я И Здесь Мне Надо Показать Этот Чип Брижит А Ты Не Знаешь Что На Нем А Что Должен Он Все Равно Уже Сломан Я Получил Пулю Чип Перестал Работать Вот Как Ты Ни разу Не спросил Ни про Опыт Ни что Я Умею Делать Мы Не Корпорация Карьеру Не Предлагаем Ты Выполнишь Для Нас Только Одну Задачу Какая У меня Конечная Цель Ух ты Двадцать Тридцать Пять Ноль Семь Три Секунды Раньше Бум Мы Хотим Знать Откуда Камью Нат Приехал Фургон Явно Сделан На Заказ Мы Сами Догадались Эй Я Просто Пытаюсь Сопоставить Факты Вы Все Это Писали Сами Камеры Наблюдения Спутники Корпоратов Пишем Со Всего Кроме Того Что В ГИМе Правильно Навороченный Фургон У Качков Таких Не Водится Его Хорошо Стерегут Чтобы Там Не Было Это Важно Сделаем Перерыв Там Нужна Твоя Помощь Они Справятся Ты Молчи Животные Тебя Через Гимн Сказал Денег Тебе Не Надо Как Я Понял У Тебя Проблема Закончишь С Гимном Брижит Решит Ее Условия Изменились Теперь Мне Надо Работать Мишенью На Территории Врага Так Что Мои Ставки Повышаются Посмотрим Не Обещаю Я то есть лучше быть начеку точно окей поговорили и давайте отсюда выметаться нас вежливо попросили но мы не то чтобы хотели здесь оставаться пока пока ребят слушаю что проверяю соединение хорошо что нам еще нам еще дадут каких-то помощничков из лица будуистов не не факт но зато есть новый голос голове так вообще непонятно куда нам посмотрим карту окей опять же прочным пешком добежать эй во-во вот здесь я хотел как раз срезать мне показалось что скорее всего наши шустрые ноги кузнечика какой-нибудь короткий путь подскажет не то чтобы он дико сами виноваты ладно в этот раз сами виноваты вообще вопросов нет гдеть но мог бы остановиться хотя бы узнать как мы это как бы но определенная вежливость все-таки очень остров ничего я недавно заезжал в какой-то рынок задница мира но то есть он реально немножко какой-то ну вот на на отшибе знаете там ночью ты не захочешь особо находиться вот такого рода места они еще остались городе и а вот здесь мы срежем здесь мы срежем и там два чувачка просто сидели у них наверху тачки стоял кальян и они тупо стояли курили кальян посреди вот этого вот чертова ничего что потому что там на парковке просто этого типа я не удивляюсь да иногда знаете жизнь такая бывает что заработаешься и допустим там с другом может пересечься только в час ночи на какой-то заправке на полпути то есть типа он подъезжает тебе ты подъезжаешь к нему но поближе и вот вы как бы встретились это мои люди поговорить с ними знаете что давайте-ка продолжим мы уже с вами в следующий раз наверно а пока что спасибо миша лебедево миша фамино звук лики андре фиолетов и евгению глебова до хармсу алексея смирнова просто еду сергеев кайну руки борьба антона цару и братом он затошки продолжает поддерживать канал ну и всем вам огромное спасибо что приходите смотреть эти прохождения что ж до встречи в следующем эпизоде там мы с вами продолжим эту цепочку а пока на этом все всем удачи счастливо пока пока